О, здорово, пацаны! Меня очень часто спрашивают, Евген, а в какие игры в детстве играл ты? К сожалению, ну или к счастью, в моем детстве не было таких проектов, как Free Fire, PUBG, Minecraft, но были другие, не менее интересные проекты, которые во многом даже намного круче, чем то, что популярно сейчас у школьников. Сегодня я тебе расскажу о четырех очень крутых играх моего детства, в которые я залипал часами напролет. Вот, кстати, эксклюзивные кадры, распаковка одной из первых моих игровых приставок. Это Sega Mega Drive, а вот это вот все, это крутые игры того времени от этой приставки. Но ты, братишка, не пугайся, здесь я буду рассказывать о играх поновее немного. И, кстати, абсолютно каждую из игр в этой рубрике ты сможешь запустить без особых проблем на своем телефоне, ведь видос не зря называется «Культовые игры на Android». Так что смотри внимательно, уверен, тебе понравится. Начнем окунаться в прошлое с отца жанра файтингов. Любой уважающий себя геймер наверняка знаком с образами Рю, Кена, Чун Ли или Гайла. Street Fighter — это не просто видеоигра, это настоящее явление массовой культуры. Знаменитым атакам Хадукин и Шорюкин есть сотни отсылок в других играх. И мало кто знает, но именно благодаря Street Fighter в свет появилась другая не менее популярная серия — Mortal Kombat. Своё начало игра берёт ещё с 80-х. Первая часть была создана для игровых автоматов. За небольшую плату игрок вживался в роль каратиста Рю и сражался с несколькими противниками в разных странах мира. Мировую славу Street Fighter получила благодаря второй части, вышедшей в 1991 году. В игре появились новые бойцы с разными боевыми стилями, стало возможным связывать отдельные удары в комбинации. Именно вторая часть переиздавалась десятками раз, а её суммарный тираж перевалил в 15 миллионов копий. Именно благодаря второй части серии по мотивам игр начали снимать фильмы и рисовать аниме. Street Fighter в 90-х обеспечивал мировую славу такому явлению как Кэпсы, или как принято называть их в России — фишки. Для многих сегодняшних геймеров, выросших на приставках от Sega, Street Fighter является неотъемлемой частью детства. Даже знакомясь с героями вселенной через фильмы, фишки, комиксы, аниме, они не могли оставаться равнодушными к их яркости и крутости. Street Fighter — это одно из воплощений того, что считалось крутым в 90-е. И за десятилетия по сей день этой крутизны франшиза не растеряла. Братишка, я уверен, тебе уже не терпится узнать, а как, собственно, запустить все эти крутые культовые игрушки на своем телефоне. Короче, объясняю. Спускайся в описание под ролик, там тебя ждет ссылка на мой телеграм-канал, где я опубликую подробный гайд о том, как превратить свое устройство в игровую консоль. И с легкостью совершенно бесплатно запускать консольные игры с таких приставок, как Sega, первая Sony PlayStation и даже вторая. Помимо этого, там ты найдешь десятки ссылок на самые крутые мобильные игры, которые с легкостью затянут тебя на десятки часов. Досматривай ролик до конца, увидимся в телеге. В 95-м году для приставки Sega вышла единственная в своем роде игра, действие которой разворачивается на страницах комикса. По сей день никто из разработчиков не взял на вооружение эту крутую фишку, которая в свое время стала визитной карточкой комикс-зон. Но из-за такого формата игрушка получилась максимально короткой. Авторы не могли размножить десятки однотипных спрайтов и составить из них длинный уровень, как это было свойственно играм того времени. Потому что это была бы уже не страница комикса, и поэтому каждый кадр они плотно набивали уникальными картинками, игровыми механиками и анимациями. Настолько плотно, что приставка не справлялась с отображением и постоянно подтормаживала. Например, при переходах из рамки в рамку, как и многие короткие игры, комик-зон компенсировал свой хронометраж повышенной сложностью, а еще своей вариативностью. Например, после окончания уровня ты мог выбрать, куда отправиться главный герой. Где-то этот выбор ограничивался пределами страницы, а где-то игрок фактически выбирал между целыми уровнями. А финальный босс-файт, в зависимости от исхода, показывал геймеру две разные концовки. Именно благодаря комик-зон, например, в свежей атоме Хард, герой постоянно что-то говорит. Эту фишку зародила именно эта игра, по мере прохождения которой ГГ постоянно бросал остроумные реплики, даже во время драк. Естественно, делал он это в отрисованных обочках. Сиквелов у игры не было, да и было бы сложно их представить. По второму и третьему разу одна и та же идея уже бы так не удивляла. Возможно, именно поэтому ничего подобного не выходило и по сей день. Однако оригинальная комик-зон даже сейчас, спустя почти 30 лет, способна подарить эти ни с чем не сравнимые эмоции снова. Благо, ее портировали на ПК и по сей день переиздают в ретро-антологиях от Сеги. Так что ознакомиться с классикой сразу после просмотра этого видео совсем не сложно. Devil May Cry Одна из самых влиятельных экшн-серий в истории игровой индустрии. Если бы в свет не вышла история о приключениях Данты, мы никогда бы не познакомились с Кратосом. Ведь именно Devil May Cry зародила такой жанр, как слэшер. Мало кто знает, но изначально первая часть серии должна была стать продолжением очень популярной тогда Resident Evil 2. Хидеки Камия, именно этот человек ответственен за первые резики, должен был создать новую часть Резидента. И так как вторая Резидент обеспечила капкам мировую славу, ему дали карт-бланш на реализацию смелых идей. По итогу их оказалось настолько много, что игре решили дать другое название. Вышла игра в 2001 году для приставок PlayStation 2. Она показала, что экшн-игры могут быть не только зрелищными, но и техничными. Все благодаря инновационному для того времени рейтингу стильности, который на ходу оценивал умения игроков. Чем более сложную и разнообразную цепочку приемов ты сделаешь, тем выше будет твой рейтинг и лучшая итоговая награда. Изюминка проекта и ключевой его чертой стала система Devil Trigger. Это специальная шкала, заполнение которой переводило героя в усиленное состояние, в котором игрок наносил больше урона, получал доступ к новым приемам и восстанавливал свое здоровье. Игра очень быстро стала хитом и Capcom сразу же одобрила разработку сиквела, но вторая часть не получила должного внимания. С уходом к Амии серия лишилась доли глубины и новаторских идей. Сама Capcom сегодня предпочитает не вспоминать о второй части серии. И чтобы не потерять свой один из самых больших активов, были положены все усилия на создание третьей части. И вот она получилась молниеносной. Многие геймеры до сих пор считают ее лучшей в серии. И кстати, небольшой интересный факт. Именно благодаря Devil May Cry 3 я начал монтировать видеоролики. Мое первое видео в жизни было собрано в мови-мейкере от Windows XP. Из катсенд третьей Devil May Cry. Оно у тебя прямо сейчас на экране. Полной версией этого настоящего шедевра я поделюсь в своем телеграм-канале. Ссылочка на него есть в описании. Подписывайся тому на слампово и интересном. По сей день серия Devil May Cry продолжает развиваться. Да, в ней до сих пор случаются неудачные эксперименты. Вроде попыток перезапуска в 2013 году. Ну или коллаборация с Free Fire. О господи. Однако номерные части со времен третьей исправно оказываются хорошими. Не знаю как у вас, а у меня эта серия уверенно входит в топ-10 самых крутых игр детства. И когда я вспоминаю о временах, когда у меня была вторая плойка, первым делом я вспоминаю Devil May Cry. Ошеломительный успех все той же Resident Evil стал не только символом прихода 3D в видеоигры, но и фундаментом только-только зарождавшегося жанра сурвайвл-хоррор. Находившаяся на пике формы Konami решила не отставать от капкам и ответила лидеру рынка симметрично, трехмерным ужастиком для первой плойки. Silent Hill. На сегодняшний день это один из самых влиятельных хорроров в истории, но не каждый геймер знаком с оригиналом. А ведь именно он по сей день, по мнению многих, является лучшим и самым страшным в серии. Первая часть создавалась во многом абсолютной противоположностью первому Резиденту. В то время, пока главные герои у капкам были спецназовцы, протагонистом Silent Hill стал писатель-публицист Гарри Мэйсом. Обычный парень, который пытается отыскать свою дочь в курортном городке Silent Hill. В Resident Evil окружение представляло собой пререндеренные двухмерные задники, по которым ходили трехмерные персонажи, а Silent Hill полностью была построена в 3D. Первая часть серии кардинальным образом изменила сущность ужасов видеоигров, и это по сей день является ее главной особенностью и творческим достижением. В серии Resident Evil игроков пугали предметными и понятными вещами. Зомби, нехватка патронов, ощущение уязвимости. А авторы Silent Hill культивировали в игроках иррациональный страх, заставляющий чувствовать себя некомфортно буквально каждую минуту. Все благодаря фоновой музыке, но и вовсе ее отсутствию. Звуковым эффектом по типу радио, которое начинало шуметь при приближении очередного монстра из бесконечного тумана. К слову о тумане, поскольку первая PlayStation не обладала необходимой мощностью для отображения больших открытых пространств, дальность обзора героя сократили с помощью плотного тумана. Это креативное решение, продиктованное в первую очередь техническими ограничениями консоли, превратилось в одну из визитных карточек всей серии. Благодаря туману игра получилась настолько пугающей, что она стала абсолютным хитом не только в родной Японии, но и на Западе. Невероятный тираж продаж, тысячи хвалебных отзывов, десятки престижных наград и внесение её в золотой фон библиотеки PlayStation 1. Неудивительно, что буквально через пару месяцев Канами одобрили её сиквел. Именно этот сиквел, кстати, сейчас готовится к выходу в виде ремейка. Но вторая Silent Hill и последующие части серии, это уже другие игры, о которых я обязательно расскажу во второй части этого видео. Жми лайк, если будешь ждать. И, конечно, не ленись поддержать это видео своим комментарием. Пиши, какие игры были любимыми у тебя, во что ты играл часами напролёт и что прямо сейчас вспоминаешь с теплом в сердце. Мне будет очень интересно прочесть и узнать, во что играли в детстве мои подписчики. Подписывайся на канал, если до сих пор не подписан. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.